Если вы хотите узнать то, как я вас обманул по поводу клиента Arizona Mobile, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Но перед началом, никнейм Дант Коннор, по которому вы сможете получить себе 300 тысяч виртов при достижении вами 5-го игрового уровня на проекте Arizona Rollieplay сервере Phoenix, а также ссылочка на мой телеграм-канал. Все это находится в описании данного видеоролика, поэтому заходите туда и ознакомливайтесь со всей этой информацией именно там. Не так давно у меня вышел видеоролик, в котором я рассказывал вам про то, что закрытое бета-тестирование мобильного клиента Arizona Rollieplay для мобильных устройств, как это ни странно, на андроиде, оно закончено. И смело предположить, основываясь на информации из информационных источников по SAMP, что в скором времени уже мы сможем увидеть SAMP Mobile. Однако, не так давно, Сэм Мэйсон, Эскамасон и вот все прочие вот эти вот люди, они как бы, ну, немного, знаете ли, обнадежили нас. Ну, вроде того. Он сказал о том, что, типа, вот прошло, да, вот это вот закрытое бета-тестирование, то, что, вот, в самом деле, несколько месяцев мобильным клиентам не занимались и были сосредоточены вот как-то более на других задачах. А сейчас, то есть, начали уже что-то там делать с SAMP Mobile, вот этим вот Arizona Mobile на телефоны и на все прочее. И новостей именно поэтому и не было. Но вот сейчас прошло, ну, недавно, недавно прошло вот это вот закрытое бета-тестирование, и там выявилось большое количество багов, которые еще нужно фиксить, которые, с которыми нужно что-либо делать, с которыми, ну, то есть, с ними проект открывать нельзя. Я подумал, что, типа, закрытое бета-тестирование, типа, то же самое, что и открытое бета-тестирование, только при этом, то есть, ну, типа, просто не захотели как-то все это сразу вываливать на игроков, чтобы там не было каких-то таких, знаете ли, значимых спойлеров и всего такого. Хотя, какие там спойлеры, если, типа, это тот же самый проект, только на мобильной платформе? И вот я основывался именно на этом, что, типа, ну, вот они хотят сами все это протестировать, сами все это посмотреть, И уже потом, то есть без всяких там, знаете ли, открытых бета-тестирований, без всех вот этих вот прочих танцев с бубнами, то есть чтобы люди не портили себе впечатление от каких-то багов и от всего прочего, то есть просто чтобы вот выкатить всё это. Однако нет, поэтому неизвестно, будет открытое бета-тестирование, не будет открытое бета-тестирование, всё это пока что вообще непонятно. И знаете ли, в чём дело, то есть многие, да, со мной там, я не знаю, то ли согласились, то ли нет, то ли просто сказали, что да, было бы неплохо поиграть на Arizona Mobile, но вот некоторые прямо вот даже под тем видеороликом написали, что да не, я думаю, что так быстро он не откроется. И я вот в том самом видеоролике точно гарантий того, что вот точной какой-то даты и вот всего такого я также не давал, поэтому каких-то обвинений по поводу всего этого ко мне, ну, приписать будет сложно, наверное, если вообще невозможно, типа невозможно, да, потому что, ну, ну, серьёзно, я не мог знать, я не обладаю информацией по поводу, знаете, вот этих вот всех продуктов, если так можно выразиться, резоны. Я не могу вот точно сказать, когда там будет этот Arizona Mobile, когда он не будет, что вообще с ним будет происходить, что с ним не будет происходить, я этого сказать не могу. Однако я точно так же, как и вы, точно так же, как и многие другие люди, многие другие игроки, там, я не знаю, GTA Samp, проекта Arizona RPM, кстати, айпишник в описании на сервер Феникс, а там же находится мой никнейм. Я так же, как и вы, жду этот самый Arizona Mobile и не знаю, когда он будет, но я вот его жду, я, наверное, даже что-то там, знаете ли, если будет какое-то открытое бет-тестирование, я бы там что-то подснял, потому что ролики с самым мобайлом у меня набирают большое количество просмотров, поэтому я бы подснял всё это, как там всё это выглядит на закрытом бет-тестировании, что там как проходит, что там вообще, как всё это будет. То есть я-то примерно представляю, как всё это будет выглядеть, но вот хотелось бы уже, знаете ли, самому всё это пощупать и самому всё это ощутить вообще, что там будет на этом Arizona Mobile. Действительно ли это, типа, полный функционал со всеми втекающими и вытекающими, да, вот из всего этого или какая-то урезанная версия всего этого нам будет предоставлена? Ну будет этот ваш сам мобайл? Ну будет, ну не будет и не будет там, или как его там, Arizona Mobile? Вы просто не позоритесь и всё. Просто для того, чтобы поиграть смогли абсолютно точно все там, типа у кого слабые телефоны, у кого сильные телефоны. Но опять же, есть проблема у людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией, которые, так сказать, поддерживают компанию Apple. На самом деле, типа, это рофлы. Мне самому симпатизирует данная компания. Именно последние телефоны у них, типа, очень прикольно выглядят. Но, к сожалению, для них и для людей, которые в будущем будут покупать себе эти телефоны, там поиграть в Arizona Mobile не получится. Это я вам могу сказать уже с вероятностью, я не знаю, 98-99%. По крайней мере, на данный момент уж точно там какого-то Arizona Mobile на телефоне не будет. Потому что я просто не знаю, каким образом всё это можно сделать. Потому что это закрытая система, туда нету никаких вот этих, вот знаете, ключей, паролей, блять, ничего. В отличие от Android, который, типа, открыт для разработчиков, для всего прочего. Вы можете написать там свою программу, потом её куда-нибудь, я не знаю, в Google Play загрузить. И с ней будут делать всякие штуки, скачивать, устанавливать, смотреть рекламу и всё прочее. В общем-то, ладно. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok